У меня 26, а у Андрея 36. Что ты выбираешь? Это еще не выезд, это мы вокруг здания катаемся. На вино так вообще в 3-4 раза дешевле. Утро вот. А это утро. Но принципиально отвечает мне по-немецки. Вот так можно кататься. Встали, как говорят, в задницах. Глядь, мне еще документы разобраться надо. Игрушки говорят, что это не игрушка. Кинуть Андрея. И все пьют. Ну, дети, не знаю, а пенсионеры, да. Я люблю тебя на слез. Странное время работы. 7.30, 19.45. Вот он наш сектор приз. Виноватся те. А что делать? Домой хочешь, откроешь. Домой, папа Ега возвращается. Пока не станет страшно. Да-да-да-да. Всем привет. Вот загрузились полностью в Италии. Собрали все, что надо было и не надо было. И домой. Много было загрузок в Италии? В общем, было 5. Да, а какой сейчас план, куда едем? Тоже по плану было много чего, но нас логист в какой-то степени пощадил. Поэтому сегодня пятница, да, кстати. В воскресенье выгрузимся в Риге на базе. Оставим только один адрес выгрузки на понедельник. Тоже в Риге. Но то, что выгрузим, просто там уже другие люди будут по точкам развозить. Потому что там Эстония, Финляндия, там такой микс. В Эстонии там 5 или 4 адреса разных. Финляндия. То есть, сами понимаете, это еще на дня 2 было бы выгрузки. А у меня как бы такой график, что в начале недели приезжаю, и в конце, так в середине, в зависимости от маршрута, уже уезжают. Ну, я не очень расстроилась. У меня вообще планы грандиозные. В воскресенье выгрузиться, кинуть Андрея, поехать домой в нормальную кровать на ночь, потом приехать с утра и уже отвезти заморозку. Поставить машину на базу, и все. Мой рейс на этом будет закончен. Поэтому для меня есть такой маленький ништячок, что я могу оказаться в воскресенье ночь дома в своей кровати. Выехали мы, кстати, из-под Вероны, вооруженные. Вот, идем в Ригу. Сколько нам кэмов? Нам ехать примерно 2000 километров. Мы идем через Венецию, Австрию. А, у нас, нам запреты не писаны. У нас заморозка по полной программе, так что завтра, считай, по Австрии мы будем идти вообще спокойно, независимо от времени. И нас это вообще не интересно нам. Загрузка у нас нормальная. На ось все тоже очень хорошо. По документам все хорошо. Заморозка есть. Все. Прямый рейс. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает точно, если везешь заморозку, касается ли это на варшавский запрет? Именно вот эти часы. С 7 до 10, с 4 до 8. Вот это мне очень интересно. Потому что я с этим сталкиваюсь впервые сейчас. Погода 9 градусов. Были в магазине. Ты говорил? Рассказывал. Загрузились мы в Травензоле. И там по нашей дороге, как раз по нашему пути, два магазина. И увидели, что можно сходить в магазин. Странное время работы. 7.30. 19.45. Да, вот такое странное время работы у них. Большой магазин, тачку надо брать. Большая клубника. Итальянская. Ладно, сейчас мы пройдемся. Потом я вам покажу, что мы купили. Много покупать не будем. Что ты выбираешь? Кстати, вкусная вторая она дала. Первая чистая, как крабовая палочка, а вторая вкусненькая. Мы уже затарили всем черт, теперь пришли купить что-нибудь поесть. Подзатарились чуть-чуть к тому, что мы уже затарились до этого. Ольгины два пакета. Типа там всякие шняшки там. Вкусности, макарончики. Вот еще тут ее один пакетик. Тоже там какие-то пиццы. Вот мои три пакетика. Но цены реально в два раза ниже, где-то даже больше, чем в два раза. На вино так вообще в 3-4 раза дешевле. Ну, сырики всякие итальянские вкусные я купил. Там приправки, десертики. Все, не буду открывать. Еще много всего. Савоярди. Ну, вот там всякие крема. Ну, вот. Сладости. Тут вообще пакет десертиков. Тирамису, панакота. Немножко колбаски. В общем, всего чего. За два магазина, которые я здесь посетил, потратил примерно где-то 270-260 евро. Это гора всего. То есть, так прикидывал, что в Латвии порядка 500 евро это все бы стоило. С чем мы столкнулись с дальнобойщиком проблемы на эти места возле магазинов. Но это прям надо очень искать. И вот, короче, вот тут Евроспин. А вон там стоим мы все рядом. Миссия по продуктам и по всяким шняшкам. Домой выполнена. Что я могу сказать об итальянцах? Эмоциональные такие. Совсем не кричат. Так тихо, что мы на выгрузке. Когда мы выходили на выгрузку, мы с Андреем раз в 10, наверное, обернулись. Вот. Когда дверь закрывали на производстве. Потому что мы думали, что одного из нас зовут. Для сравнения с Германией. В Германии очень мало людей, кого лично я встречала, кто разговаривает на загрузках, выгрузках по-английски. Я понимала, что человек понимает, о чем я говорю по-английски, но принципиально отвечает мне по-немецки. Вы не представляете, какая у меня там буря эмоций была. Мне так хотелось перейти просто на русский и все. Ладно, русский. Мне хотелось, когда я перешла на латышский, то вообще бы ничего не понял. В Италии что я встретила? То, что даже люди, которые не знают, они пытаются. И какие-то фразки, даже какое-то слово просто выскакивает. Это настолько приятно, что человек идет к тебе на контакт и понимает, что ты сама не англичанка, но делая все возможное, чтобы вы друг друга поняли. Мы же вчера сходили, короче, в ресторанчик. Там недалеко от парковки, буквально метр пятьсот каких-то прошли. Пожарали мы недешево. Но вкусно, да, необычно было. Короче, каждый чек вышел где-то на... У меня 26, а у Андрея... 36. Я взяла макароны. Ну, я просто называю простыми русскими словами. Там замудренок, конечно, помидрон, помидорони, что-то там. Но с креветками. Там были две огромнейшие креветки еще с панцирем. Все, красиво было. А Андрей взял спагетти... Что ты взял, короче? Спагетти с чернилами каракатиц, кальмарами, с кольцами кальмаров. Вот, я взяла себе простую маргариту пиццу. Это пять евро стоило. И Андрей тоже взял какую-то их. А я какую-то специфическую, которую только у них они готовят. В Италии она стоила 9 или 10 евро. Но она бомбическая. В ней и креветки, в ней там и кедровый орех. И эти пиццы, кстати, готовят не в духовках, а в печах, как настоящие итальянцы, которые делают настоящие пиццы. И это было бомба, конечно. Как нам сказали ранее, и мы сами это увидели в чеке, что они сами 10% добавляют чаевых. То есть, если ты приходишь, у тебя в кармане 20 евро, и ты заказываешь тебе на 20 евро, то будь готов к тому, что ты заплатишь 22-23 евро. Ну, примерно. И, кстати, вот мы были в четверг. Четверг, рабочий день, вечером. Народы тьма. От детей до пенсионеров. И все пьют. Ну, здесь, я не знаю, а пенсионеры, да, там и настойки, ликерчики, вино, там, по полной программе отдыхают. Все равно, какой день. Они просто отдыхают. В аутентичность итальянской глубинки окунуться, это было здорово, да. А это утро в австрийских Альпах. Вчера мы встали на отдых, вечером поздно. Нашли последнее место на этом паркинге. Буквально встали, как говорят, в задницах на последнем месте. Вот такая тут картина после Италии. Вот так все выглядит здесь. Горы, Альпы, такова Соля-Ви. На улице гололед, здесь на паркинге, по крайней мере, просто каток. Не знаю, что будет на дороге, сейчас поедем, надеюсь, там будет посыпано. Но здесь можно кататься. Сугробы выше меня рост, капец. Ну, а мы ездим дальше, в направлении Риги, Латвии. Вот так можно кататься. Риги, Латвии. Риги, Латвии. Пока иди так, не выравнивайся. Блин, мне еще документы разобраться надо. Еще, еще сдай, потом надо будет вправо, видишь, правый бордюр. А лево иду? Ну все, мы в Риге, в Латвии. Приехали на первую загрузку в 8 часов вечера. А вот идет главная героиня. Цигель, цигеля, у нас ждут, и мне неудобно. Мы добрались до Латвии, 2000 километров, раскулили. И мы обратно здесь, на этом же складе мы грузились, когда уезжали. Оля, так выходит, мы с этого склада начали наш рейс и заканчиваем. Я слышал, что нам добавили сегодня какую-то загрузку. Да, нам надо выгрузиться и поехать в 4-х, радиусе 3-4 километра, забрать груз. Просто сама фишка в том, что завтра у нас выгрузка, все в одном будет месте. Нам подсобили, чтобы в Эстонию, Финляндию не ехать, а мы подсобили, чтобы... Здесь по месту подвезти. Замерзло тут все по краям. Не примерзло? Нет, нормально. Вот оно, наше мороженое. Мороженое на Эстонию, оно будет выгружаться здесь. Мы сами его не повезем в Таллин. Его забирают тут, потом уже будут довозить. Грузчики говорят, что это не груз. Говорят, не наша. Сейчас будут разбираться, наверное, все не так просто. Адрес, кстати, ЦМР-ки я проверила. Потому что я про груз не знала, что именно должно быть. Я знала, что должно быть 3 места. И проверила на ЦМР-ке адрес. Тот ли груз в плане с ЦМР-кой связан. Если в ЦМР-ке все указано, то все, виноваты те. Потому что я не могу знать, что именно там, или какой там лот-номер должен быть у меня на полете. А это наше мороженое. Оля его для нас выпросила. Вот Рефа. Ему не нравится, что начало тепло поступать от У-21. А он стал работать. Рефлижератор здесь, установка двухскоростная. Поэтому он может добавить газы, чтобы усилить процесс охлаждения. На Медля решила полетать? Домой, папа-яга возвращается. Дальше мы двигаемся на загрузку. В 3-х километрах отсюда. А наш ящик с мороженым надо в холодильничек. В морозилочку. Ага. Все, чики. Надо идти в кабину греться. Капец. Винус 20. А мы в летнем обуви. И так мы прибыли. Там, короче, заезжаешь. Типа под левую, чтобы туда жопу сунуть. Но под правую ты все равно будешь как-то тыркаться. Потому что машина мешает. Ох, как холодно. Все, голова вообще не работает абсолютно. Ну ты, блин, с 4-х утра на ногах. Че ты хочешь? Уже 9. Ну че, можно я к рампе подъеду? Да я вас даже попрошу об этом. Не важно, сколько будем дыркаться, подъедете. И, короче, очень мало места. И тесно, и темно. Здравствуйте. У нас загрузка будет на Деглову на завтра, на Римчик. Там заморозка должна быть и плюс 4. Если я не ошибаюсь, 9 по лету. У нас завтра с утра просто в 9 уже на Римчике. Разгрузка того, что у нас осталось там с Италии. И нам сказали догрузить. Если еще нет, вот тогда может отмена, потому что у нас в 9 надо быть. Ну загрузка сегодня. У вас, может, есть информация, где он находится, где лагаться? А он типа едет сюда или как там? То есть неизвестно, когда приедет. Ну что, вы, наверное, все слышали? Нашего груза просто нет. Может быть, будет утром. А нам утром уже разгрузка. Нам должны были догрузить этот груз сегодня, чтобы мы завтра утром в Риме выкинули все это вместе. То, что у нас осталось. И еще 9 палет, которые вот здесь должны были взять. Но этих 9 палет нет, их еще не привезли. Неизвестно, когда они будут. Поэтому, в принципе, все мимо. Хотя могут и завтра. Вообще неизвестно, когда. Ждем пока. Погреемся. Ну ладно, подождем информацию диспетчера. Три машины, Андрей. Три машины, которые даже не приехали сюда. Там три фуры должны были приехать с грузом. Вот из трех фур надо было 9 палет, короче, собрать. В итоге позвонили диспетчеру, уточнить, что там вообще и как, потому что время рабочее. Цыгель-цыгель-люлю. Но он попросил подождать одну машину с двумя палетами, чтобы забрать. Остальные сказали уже, ну как, не ждать. Но он как бы спросил, что там со временем. Но со временем беда, поэтому нет смысла не ждать ничего. Мы в 8-10 где-то приехали, уже 11 час. И нам два палета мы сейчас ждем. Ну как нам загружают. Загружают быстро, но если что-то груза нету, ничего не сделаешь. И вот мы прождали, пока машина подъехала, пока его выгрузили, пока документы. Все, нам два палета забираем, закрываем морозилку и едем дальше. Вообще, это тяжелый день очень. С 4 утра и уже 11 вечера почти. Сейчас тогда закидываем все, валим тогда на базу, кидаем машину и завтра уже едем. На окончательную выгрузку, у нас уже перепутано. Загрузка-выгрузка, уже столько пешек в голове. Самолет полетел. Мы, кстати, находимся рядом с Рижским аэропортом. Пташка полетела. Кто полетела? Пташка. Пташка. Лети, пташка. Пока не станет страшно. Все, да? Ладно, счастливо, удачи. Ну что, завтра утром мы за на выгрузку. Утром уже время 11 часов, а в 9 надо быть на выгрузке. Общее время и время рабочей воли закончилось, поэтому я немножко себя заштурвал, чтобы нам независимо доехать до базы и сегодня поспать. Утром, последняя выгрузка у нас на Рими в Риге, Латвия. Сейчас надо ввести данные о Грузии, о машине, зарегистрироваться, номер телефона, а не потом ждать сообщения. Вводишь номер машины, можно выбирать любой язык. Мой номер телефона, потому что сообщение потом придет. Можно даже поставить период отдыха, если вдруг у вас заканчивается рабочее время, ты можешь уже поставить здесь и сообщить об этом, чтобы они знали. Либо тебе раньше разгружать или как-то дать с ними обговорить это, наверное. Номер заказа надо ввести. Можете добавить, если у вас не одна разгрузка, например, сборка, как у меня солянка, то вводишь следующий сразу. Вот он мой второй. Количество по лет? 7, 9. Регистрация выполнена, но сейчас мне должно прийти сообщение. И вот сообщение пришло. Ждите дальнейших инструкций. Надо сходить за кофе. Можем простоять 10 минут, а можем простоять 3 часа. Пришло наконец-то сообщение нам на разгрузку. Стояли 2,40. Сейчас появлены к 59-й рамке. Мы прислали код дверной, значит, чую, что разгрузка будет нашими руками. До 18-й, дальше. Чуть-чуть-чуть. 59-я рампа. Вот он наш сектор-приз. Лёлька. У нас пустой прицеп, ничего нету, а что мы будем разгружать? Код от подъезда. Так что у нас здесь? Где грузчик, который будет разгружать? Открыла свои сокровища? А что делать? Домой хочешь, откроешь. Кстати, а где грузчик, который будет разгружать? Я знаю, вот он. Нифига себе, у тебя новая машина? Крэйзи Фрог, помните? Оля, новый суперкар. Оля, у тебя есть категория на вождение этой машины? Конечно, конечно. Тут мне, видишь, об этом... Бортами дали. Задница моя не улетела. Ты побольше скорость в поворотах могла держать? Ну, конечно. Это забавно. Вот такие виражи тут Оля закладывает. Оля, сколько лет ты работала на электропогрузчике? Ой, пять. Почти пять лет. И сейчас это серьезно. Мы говорим, Оля реально работала в Англии на электропогрузчике. Ну, навыки, смотри, не пропьешь. Высоко сижу, далеко гляжу. Ух ты. Это мне было. Таким, как я, который бегает перед погрузчиком. За рулем профессионал. Да, на дороге со мной не встречайтесь. А так все хорошо. В Латвии без работы не останутся. Что ж, мороженое приехало. Свои потребители в Ригу. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Громче, громче. У меня уже свои фанаты. Это я так громко была, да? Наливайте. Как весело и задорно, Оля это делает, а? Прям молодец. На позитиве. Самантана Крокантино. Покупайте в супермаркетах. Приехали в 10. Сейчас 13. Я засек времени на таймере. Посмотрим, за сколько времени Ольга разгрузит эти 9 палет. Я слышал хруст. Кто-то сломал палету. Сейчас проверим. Последний палет, но маленько треснул. Шутка, он такой и был. Ну что, Бейгас? В смысле, конец? Общее время 4 минуты 40 секунд. Это самый быстрый грузчик, которого я встречал на своих выгрузках. 10 баллов. Я заканчиваю. Рейс заканчивается под музыку дискотекой на складе. У тебя все в порядке? Я радуюсь, что я домой скоро поеду. Съемка заканчивается. Не, на самом деле я танцую, потому что очень холодно здесь. Минус 20. В этой камере, в морозилке. Ноги уже замерзли. Поэтому приходится танцевать. Со мной все в порядке. Нет, ну я и радуюсь, что рейс закончился. Что неудобства в кабине закончились. На одном квадратном мере, то ведь вдвоем. Я наконец поеду в свою широкую, большую, теплую кровать домой. К любимой. Ну что, приемка товара началась 7 минут назад. 13-15. Мы думали, что они просто сканируют. Но некоторые палеты еще и распаковывают, перекладывают. А мы все это время ждем. Поскольку сколько времени займет здесь приемка товара. Блин, реально сортировка товара. Идет прям при приемке, прям по коробкам. Все считают, смотрят. Капец, первый раз так вижу. Вот такая сортировка товара. По позициям еще и разуклеятся маркировки какие-то. Так, время приемки товара у нас получилось 22 минуты. Ну не так страшно. 13-40. Во сколько мы приехали сюда? В 10. В 10. Сейчас 13-40. Общее время у нас получилось 3 часа 40 минут. Ну а как тут забавно на выезде-то. Это еще не выезд, это мы вокруг здания катаемся. А как у нас пропускает? Камера что ли, наверное, фиксирует, что за номер, тогда выезжаешь? Прикольно. Технологии. Тоннель самый длинный, что мы проезжали. 4,5 метра. Мы вам вчера говорили, да, что там время там заканчивается. На самом-то деле у меня смена началась вчера в 4 утра. У меня двух карт нету. Нету. И не будет. Просто повезло тем, что Андрей был, поэтому он сел. Я единственное, что сопровождала, как сказать, всех в плане документации и так далее. Короче, надо было закончить. Да, в 5 часов вечера у Оли закончилось время езды. И я со своим чипом сел. И вот благодаря этому нам удалось доехать и разгрузиться вчера и выгрузиться сегодня. В итоге у нас рабочий день продлился до... После 10. На базе, наверное, были только около 11 вечера. И то, это мы не дожидались еще две машины с грузом. Груз, которых мы должны были забрать. Но они еще не приехали и не разгрузились даже. Должно было быть три машины. Ни одной не было на базе. Ой, на загрузке, где нам надо было. То есть им надо было выгружаться. Ни одной. Да, товара не было. И мы сидели, ждали 2 часа, одну фуру с двумя палетами. Чтобы загрузить. А потом нам предложили еще 2 часа подождать еще одну машину. Еще с двумя палетами. Но мы вежливо отказались, потому что с 4 утра работать, блин, и в 12 часов сидеть там 24 часа, ну, это как-то вообще не серьезно. Желаю тебе очень того, чтобы впоследствии, работая дальше и вот на рефе, в таком режиме, чтобы тебя это больше не коснулось. В сравнении, ты рейс отъездила на рефе, двухкамерном рефе. Какие вот у тебя сравнения, вот ездила на тенте целый год? Что лучше, что интереснее, что сложнее, тяжелее? В период рейса у меня болела голова о другом. Сколько палет, как их поставить, какая температура, как добраться, сколько выгрузок, загрузок, ну, такое вот все. Это мне не было страшно. Да, был немножко геморрой с загрузкой по Прибалтике, но это исключительно из-за того, что у нас дороги не чистятся. Маленькие вот эти предприятия, они загружают быстро довольно, работает, ну, что там пару палет туда-сюда, ну, ничего такого. Но вот сама дорога, сам путь подъехать, вот это да, это создает большие проблемы. Ребята, если кто смотрит на загрузках-разгрузках, вы тоже поймите, что если водитель психует, это из-за того, что нет времени абсолютно. И мы сжаты в такие рамки, что мы не можем ни как на это повлиять. А с нас-то спрос большой, вы же тоже хотите, чтобы мы вам доставили и так далее, там, вы ждете. А мы когда приезжаем, это занимает, извините, как сегодня, например, 5 часов. А я себе приехала сразу прямиком из рейса, я бы стояла. Мне бы пришлось еще один день занимать себе. Ты вынужден просто под рампой стоять, и ты больше никуда не уедешь в течение 9-11 часов. А вы будете кричать, что типа, вали, 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 давай отсюда быстрее, а ты никуда не уедешь, потому что время закончилось. И порой приезжаешь на выгрузку, там уже остается общего времени для рабочего, или езды остается 3-2-1 час, и вот, ну, как нам тогда быть? Ну, а так, в целом, Оля, ты как, вот, настроена дальше работать на рейфе с Вилксом? Я настроена работать на рейфе за счет того, что я домой часто возвращаюсь. Ну, я, в принципе, только из-за этого и пересела. Но если выбирать тент или рейф, короткий рейс, тент, за счет того, что мне предложили условия, то, что я домой могу чаще возвращаться, я села на рейф. Ну, я тебе желаю, чтобы меньше возникало таких нюансов и нестыковок, как в этом рейсе получилось. Я надеюсь, что все у тебя наладится, и сотрудничество с диспетчерами, и все будет четко там планироваться наверху, чтобы у тебя не было запара, ты работала четко, спокойно, нормально отдыхала и не задалбывалась так. Намек сделаю, что в экипаже я работать не буду. Второе, я буду работать по режиму труда и отдыха. И тогда будет все окей. Что, будем прощаться, наверное, с нашими телезрителями? Кстати, да, вы, наверное, заметили здесь бардак, но это не просто бардак, просто мы уже вещи все свои сложили, чтобы приехать, пока ждали выгрузку, все сложили свои вещи и укомпоновали, чтобы машину перекинуть и уехать. Так что это нормально все. Обнимаю, поднимаю, кого не выдержу, аккуратно положу. До хруста, да? Ну, да, тогда всем пока, до новых встреч. Все, али видерчи. Субтитры сделал DimaTorzok